Всем известно, что смех продлевает жизнь, а значит и здоровье. Во время пандемии юмор оказался как нельзя кстати. Вот и юные КВНщики Кузбасса шутили онлайн. Седьмой кубок Кузбасса прошел в онлайн формате. Две команды из Ленинска-Кузнецкого стойко прошли все пять этапов. В итоге восьмое место заняла команда «Тушь потекла». А бронзовые награды забрали самые юные участники кубка – команда «Калибри». То, что они в этом году заняли третье место, для нас было ожидаемо. Ну и конечно, к этому приложила и руки, и творчество, и время, и практически всю себя. Педагог Нохрина Мария Евгеньевна, большое ей спасибо. Я поздравляю команду КВН с победой, потому что начинать с победы – это замечательно. Потому что, ну, теперь мы будем ждать от них более существенных побед. Ну и там, естественно, есть большой-большой потенциал, куда можно расти. Для маленьких юмористов это первый конкурс, и даже более того, первое выступление на сцене. Член команды Андрей Колокольцев признается – выступать сложнее. Перед зрителями. Почему? Потому что перед зрителями можно как-нибудь заикнуться, и будет стыдно. А онлайн можно переснять. Один из самых юных КВНщиков, пятилетний Андрей Почуев, знает – маму надо слушаться. В команду пришел по совету мамы и не прогадал. Андрей был признан в жюри лучшим актером Кубка. Я сначала не хотел, потом мама сказала – попробуй, если не понравится, не будешь. Мне понравилось. Курирует самый младший состав команды более опытные КВНщики. Помогают ребятам с шутками, учат держаться на сцене. За вот этот период видно, что чему-то уже научились, виден вот этот рост. Онлайн-кубок КВН Кузбасса проходил на протяжении двух месяцев. Команда «Калибри» набрала 81 балл из 100 возможных, уступив более опытным соперникам совсем немного. Жюри понравилось то, что команда… Во-первых, всем жюри всегда говорят, что в Денинске всегда будет жить и жил КВН. И у нас первых было четыре команды, в принципе, от города участвовали. Две дошли до финала фактически, а еще две там где-то остановились на этапе разминка. И это понравилось жюри, что мы всегда играем в КВН. Да, дети? Да! Почувствовать на себе взгляды зрителей, услышать их аплодисменты ребята смогут уже в апреле на областном кубке КВН, который, надеются, команда и организаторы пройдет в очном формате.